Добрый день! Кому из вас что в голову приходит, когда говорят о необычных памятниках? Что всплывает в памяти? Когда говорят просто слово «памятник», воображение тут же рисует монументальные сооружения, призванные увековечить кого-то или что-то в веках. Однако далеко не все скульптуры являются огромными и вызывают благоговение прохожих. В этом обзоре я подобрал одни из самых очаровательных и забавных памятников России. Ёшкин кот. В Ёшкароле на одной из лавочек сидит кот. У него замечательная ухмылка, и судя по всему он доволен жизнью. Скульптура называется Ёшкин кот. Из славянской мифологии к нам пришел Ёшкин кот, как кот Бабы-Яги. Но создатели решили обыграть в имени животного название своего города – Ёшкар-Ола. Памятник счастью в Томске. Как, впрочем, и во многих других русских городах, под одной из граней счастья понимается вкусная еда в достатке. Наверное, именно поэтому олицетворением счастья скульптуры этого города сделали фигуру сытого волка из советского мультфильма «Жил-был пес». Если погладить живот скульптуры, то тут же можно услышать самые известные фразы из этого мультика, в том числе и «Сейчас спою». Памятник огурцу. В городе Луховицы есть памятник огурцу. На первый взгляд, неожиданный выбор. Но если знать, что подавляющая часть населения занимается выращиванием этого овоща, то становится ясно – это памятник огурцу-кормильцу. Памятник шпротам. В городе Мамонова можно отыскать памятник балтийским шпротам. Из бронзовой консервной банки выглядывает 12 рыбок. Более 60 лет назад в городе началось серийное производство шпрот, поэтому памятник символизирует собой высокое качество рыбной продукции. Памятник плавленому сырку «Дружба». Забавная интерпретация басни Крылова «Ворона и лисица» в виде обнявшихся героев, расположенного в Москве. В знак примирения «Ворона и лиса» обнимаются и вместе держат плавленый сырок «Дружба». Правда, сырок часто воруют и сдают на металлолом. Памятник Чижику-Пыжику. Памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге по праву считается самым маленьким в России. Он был установлен еще в 1994 году. Хоть к нему и непросто добраться, но за это время фигурку птички воровали 7 раз. Несколько раз его находили в пунктах приема металлолома. Памятник петербургскому ангелу. Очаровательный памятник находится в Измайловском саду на набережной реки Фонтанки. Трогательная скульптура петербургского ангела в виде старичка с крыльями под зонтиком и с книгой в руках. Автор фигурки, Роман Шустав, воплотил в ней образ всех старичков-интеллигентов из своего детства, которым пришлось пережить гражданскую войну, репрессии, голод, блокаду, но не потерявшим своей душевной чистоты и своей культуры. Ну и в завершении не могу не упомянуть о памятнике в своем родном городе Каменске. Памятник рыбаку стоит на набережной города. И по праву стал одной из достопримечательностей нашего города. Многие фотографируются, приезжают просто так посмотреть на него. Ну вот и вся подборка. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.